МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробно продолжает эфир телеканала 24КЗ. Здравствуйте! Жарким в политическом отношении выдался июнь для Сирии, где в начале месяца прошли президентские выборы, а 17-го числа должна состояться инаугурация победителя, действующего главы государства Башара Асада. Предвыборная кампания прошла на фоне непрекращающейся уже который год гражданской войны. Исламские радикалы, с которыми ведет бой режим Асада, попытались сделать все для срыва электорального процесса. Запад уже назвал переизбрание президента Сирии фарсом, а сам сирийский народ отдал за кандидатуру нынешнего главы государства 87,7% голосов. О Башаре Асаде расскажем сегодня в программе подробно. 11 сентября 1965 года в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафиза Асада родился второй сын, получивший имя Башар. Окончив элитный арабо-французский лицей, затем медицинский факультет Дамасского университета, Башар, казалось, навсегда связал свою жизнь с офтальмологией. Он уехал в Великобританию, где под вымышленным именем проходил стажировку в Вестерн-Айн-Хоспитал и был последним, кого бы могли прочить в преемнике его отца, ставшего президентом Сирии в результате военного переворота. Политическая карьера Башара Асада началась в трагедии. В 1994 году в автокатастрофе погиб его старший брат Басиль. Именно он, харизматичный лидер, отличный офицер, кумир молодежи и любимец Дам, должен был сменить Хафиза Асада на президентском посту. Уже в 1995-м капитан Башар Асад принимает командование танковым батальоном. Военная карьера Башара Асада была стремительной. Всего через 4 года ему было присвоено звание полковника. А звезды генерал-лейтенанта и пост верховного главнокомандующего Башар Асад получил спустя еще год. Причиной опять стала трагедия в семье. Смерть от сердечной недостаточности его отца Хафиза Асада. От президентского кресла Башара отделял только возрастной ценз. Главой государства мог стать человек, достигший возраста 40 лет. Сирийский парламент легко изменил конституцию, в результате чего президентский пост мог занять и молодой человек 34 лет от роду. Всего через 10 дней после смерти отца Башар Асад избирается генеральным секретарем правящей партии БААС и выдвигается единственным кандидатом в президенты страны. А еще через 20 дней, 10 июля 2000 года, Башар становится новым главой государства, получив на референдуме более 97% голосов избирателей. Казалось, Башар Асад будет весьма либеральным политиком. Еще не будучи президентом, он добился того, чтобы в 1998 году в Сирии появился интернет, а в 2000 и сотовая связь. Он мог сам сесть за руль авто и даже пройтись по улицам столицы с женой и детьми. Причем без видимого присутствия вооруженной охраны. Башар Асад отпускал политических заключенных, не закрывал свободные газеты и даже провел в 2003 году парламентские выборы, на которых мандаты получили независимые кандидаты. Это не мешало ему сохранять в стране чрезвычайное положение, введенное еще в 1963 году, заключать под стражу новых оппозиционеров, а также поддерживать группировки Хезболла, Хамас и Исламский джихад, при этом не исключая диалога с Израилем. Западу поведение нового президента отнюдь не понравилось, и в 2002 году США объявили Сирию частью оси зла. Американские СМИ причислили Асада к диктаторам, поставив его в соответствующий список под номером 13. Масло в огонь подлило убийство в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В организации был обвинен младший брат Башара, Махер. Того же мнения был и бежавший из Сирии бывший вице-президент Абдельхарим Хаддам. Окружение Асада всегда считалось весьма неоднозначным. Мало того, что еще одного брата Маджида обвиняли в причастности к наркоторговле, так еще и за спиной Башара стояла старая отцовская гвардия, как известно, пришедшая к власти в результате военного переворота. Арабская весна пришла в Сирию вслед за Тунисом и Египтом. Многие посчитали, что у Башара Асада будет незавидная судьба. Но его режим устоял, хотя и был втянут в гражданскую войну, которая стартовала с политических лозунгов, а переросла в религиозное противостояние. Впрочем, сейчас регулярные войска сирийской армии уверенно теснят повстанцев, даже несмотря на их поддержку западными странами. Лев, а именно так переводится фамилия Асад, показал, что у него достаточно сил, чтобы отстоять свое царство. На этом у меня все. Напоминаю, что все предыдущие выпуски нашей программы вы можете посмотреть и обсудить в аккаунтах подробно в популярных социальных сетях. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин